Очень мало людей, у которых вне найма получается сделать большие деньги. И вот все всегда почему-то меряют зарплаты. Ребят, основные деньги в найме лежат с определенного уровня не в ваших зарплатах. Люди очень часто хотят изменений, но не хотят ничем ради этих изменений жертвовать. Ребят, вы тут о чем разговариваете? Какие 500 тысяч? Я тут 30 тысяч 40 зарабатываю. Не стройте индустриальную карьеру, вы стройте специализацию, ну, экспертную карьеру. Я прекрасно понимаю, почему люди уехали 24 февраля, никого не осуждаю, то есть все понятно. Но я не понимаю, почему они сейчас находятся там в Грузии, Казахстане. Всем привет, меня зовут Анар Ильбабайкин и я вышел на пенсию в 35 лет. Постоянные зрители моего канала знают один из основных моих тезисов, что капитал мы делаем за пределами биржи. В основном в бизнесе и на карьерной лестнице. У меня очень много роликов про бизнес, а вот про карьеру не так много. Я сегодня решил устранить этот пробел и позвал в гости главного Хантера Рунета, автора телеграм-канала «Лаборатория карьеры». Обязательно на него подписывайтесь, ссылка будет в описании. Алена Владимировская. Алена, здрасте. Здрасте. У меня первый вопрос, но такой вводный для затравочки, так чтобы зрителям интересно было, про движение фаера. Вот вы вообще как к нему относитесь, вот этих вот 35-летних пенсионеров? У самой не было у вас такого желания вот всё бросить куда подальше? Ну, во-первых, давайте по-честному, посмотрите на меня. А у какой 35? 35 мне было так давно, что я уже забыла. И мне, по идее-то, вот уже скоро вообще на нормальную пенсию выходить. А теперь как я отношусь ко всем к вам? Отношусь я с глубочайшим сочувствием, фактически, соболезнованием. Почему? Потому что когда вы в 35, вот если мы говорим по-честному, такой вышел на пенсию, то есть что значит пенсия? Ты перестал выполнять свои профессиональные обязанности. Неважно, это не значит, что ты перестал ходить в офис, а ты перестал выполнять свои профессиональные обязанности. Чуваки, вы не заработали огромного, недосработали огромное количество денег. Вы не потешили своё эго в достаточном количестве, которое вы могли ещё тешить безумное количество лет. Вы не почувствовали востребенности, вы не поучаствовали в куче интересных проектов. Возможно, вы ещё не сделали 2-3 служебных романа. И вообще вы лишили себе такого пуска жизни для того, чтобы лежать, если всё с деньгами хорошо. А чаще всего в нашем мире, знаете, вот у меня огромное количество знакомых, у которых 2 года назад было очень много денег, а сейчас они как бы есть, но их нет. Они где-то там заперты, на каких-то счетах лежат и не возьмёшь. И если у вас дальше есть достаточный денег, дальше-то что? Вы просто сидите и смотрите в горизонт, это хорошо год. А дальше это дико скучно. И есть ещё одна, дико завидно. Потому что вот вы были такой весь бриллиантовый, вас повышали, вы заработали нормально денег, вы как-то их нормально вложили, неважно, кто-то в крипто, кто-то в квартиры, кто-то в акции, кто-то во что-то. Вы вынули эти деньги, и дальше вы так уехали. А рядом с вами работали, ну, начальные деньги, вероятнее всего, вы на найме заработали. Ну, получили, работали в какой-нибудь большой компании, получили хороший годовой опцион, так, 3 года, попрячили, кэшили, всё у вас хорошо. А дальше вы из этого ушли, а те ребята, которые были, возможно, хуже вас, на позициях меньше, они остались. И они выросли, они сели на ваше место. И дальше они за эти годы ещё вот столько сработали. И в определённый момент, и у меня огромное количество таких ребят, а вы возвращаетесь такой, блин, а я снова хочу, наверное, я снова хочу вот это вот всё. Опа! А чаще всего места заняты. И поэтому, ну, не знаю, движение, объединение, я отношусь с сочувствием. Я хорошо отношусь к тем, кто берёт собатику, то есть отпуск, например, на год, на два, тем, кто не боится менять карьеру, тем, кто уходит из отраслевой отрасли, тем, кто экспериментирует. Это классно. А пенсия в 35, ну, такое. А что, если я... Обиделись? Не-не-не, я нормально к этому отношусь. Это у меня типовой вопрос, все помидорами кидают. А что, если насыщать эго, заводить романы, реализовывать какие-то свои другие хотелки за пределами офиса? Да, легко. На самом деле, ведь выйти на пенсию – это не уйти из офиса. Выйти на пенсию, ещё раз повторю, это перестать исполнять свои профессиональные обязанности. А уйти из офиса – это ради бога. А другой вопрос, что очень мало людей, у которых вне найма получается сделать большие деньги. Все хотят, но реально у тех, у кого получаются большие, вот именно большие, Их не очень много. Вот, например, ну, после того, как я перестала быть главным хантером Mail.ru Group, я сделала свой бизнес, он... Это рекрутинговый, хантинговый и карьерно консультированный бизнес. Он успешный, он хороший, он очень на слуху. Но я чётко понимаю, что если бы я осталась в найме, или если бы я сейчас вернулась в найме, я бы всё равно зарабатывала больше с учётом опционов, годовых премий и прочее, чем я зарабатываю в своём бизнесе. И вот выбираю по другим каким-то причинам, но если мы меряем деньгами, то нам выгоднее, если ты успешен в найме. А вот если сравнивать с путём, путь карьериста против пути бизнесмена. Вот мне иногда обращаются люди, говорят, я хочу капитал, там, не знаю, миллион долларов условно заработать. И говорят, посоветуйте путь, карьерист или бизнесмен. Кажется, что бизнесмен... На самом деле в бизнесе очень малое количество людей реально заработает миллион. Не смысл миллион в обороте. Вот это обычно путают. Вот он миллионер, у него там миллион в обороте. Я первый раз рассказываю очень давно, когда получала инвестиции под свой бизнес. Все газеты написали, а вот Владимирской дали под её бизнес 4,5 миллиона долларов. Мне стали сводить все брокеры, кто угодно, все весь правит банкинг и прочее, думая, что это мне дали 4,5 миллиона долларов. Нет, это, ну, в рост бизнеса, да, не 4,5, и потратить я их на себя не могла, но это уголовка, извините. Вот. Так вот, если мы говорим не об обороте, а вот о тех деньгах, которые ты можешь достать и положить в свой кошелёк, ну, неважно там, во что-то своё, ведь очень мало реально тех, кто может сказать, что вот я заработал, мне там один или несколько миллионов долларов, наверное, на счету. При этом, если мы посмотрим на них, не очень приятно об этом говорить, но если мы посмотрим не только на топа, но на апметлов крупных компаний, очень крупных, и посмотрим, вот все всегда почему-то меряют зарплаты. Ребят, основные деньги в нами лежат с определённого уровня не в ваших зарплатах, а в годовом, вот это так называемое 13-е смс-очка, которая приходит, ну, у кого-то в январе, у кого-то в декабре, у кого-то в марте, это зависит от того, когда заканчивается финансовый год, и она может быть, ну, например, 300 тысяч долларов запросто, так, 50 тысяч долларов дополнительно ко всему, 100 тысяч долларов, некоторых там и 500 бывает. И так ты за несколько лет, особенно если ты ещё умело управляешь этими деньгами, ну, тебе миллион сделать легче, легче, я не говорю легко, легче, чем в предпринимательстве. Ещё почему ты значительно более защищён? Ты защищён юристами компании, самой крышей компании, ну, вот этим всем, да, предпринимательство, особенно в наше время, это, ну, такая вот история, слабо защищённая. Другой вопрос, что дорасти до этих позиций очень сложно, и это сочетание твоих навыков, твоего характера, везения, вовремя риска переезда из города в город, из компании в компанию, вот там, где ты, и риска в нужное время, если ты там в 50 переехал, уже сделать это будет практически невозможно, да, ну, и множество вещей, нетворка, ну, это тоже такая комбинаторика, но если мы просто сравним успешных, вот не этих банки, бизнесменов, а реально успешных, у которых личных там миллионы, и людей в найме, у которых там через несколько лет, это что ж, не одним разом миллионы, то мы выясним, что в найме их порядково больше, просто порядково. А вот я ещё одну такую проблему вижу, вот пишут мне как раз люди, у которых всё получилось в найме, они говорят, ну, вот у меня зарплата, я не знаю, 500 тысяч рублей, миллион рублей, но я, чтобы её получать, я страдаю, мне больно физически, я ненавижу свою работу, и я, чтобы перейти из, ну, то есть, условно говоря, куда-то в смежную отрасль, мне советуют там карьерные консультанты, ну, для меня это же обмен шило на мыло. Вот им что делать? Это примерно, знаете, во-первых, я скажу, если вы сейчас спросите малый и средний бизнес, фаундеров малого и среднего бизнеса, у которых бизнес уже 5-6 лет, ребят, не страдаете ли вы? Большинство из них в честном разговоре, особенно если вы такой, ну, там, где-нибудь там за рюмочкой кофе, выяснится, что страдает большинство. Но это история про то, что это как шмодан без ручки, у тебя уже есть бизнес, у него уже есть какой-то оборот, обязательство и прочее, ты из него выйти не можешь, продать ты его тоже не можешь, он маленький, ну, и ты в этом страдаешь, таких страдающих больше, первое, я вас уверена. Второе. А вот это страдание, когда вы говорите про найму, это же вот, знаете, на что это похоже? Ну, вы же, наверное, взрослые люди. Я не люблю свою жену. У нас плохой секс или его вообще нет. Я ненавижу приходить домой. Но я не ухожу, потому что мне, условно, возможно, лень, возможно, мне там, не хочется делить имущество, у нас там две квартиры, машина, не знаю что, возможно, еще что-то, а возможно, я, конечно, страдаю, но в сути не страдаю, потому что вот эти котлеты, эти тапочки, этот диван, ну, я не знаю, что-то еще, оно все равно лучше. Страдаешь на этой работе, нам ведь это вот, это же не крепостное право 1861 года. Не нравится тебе эта работа? Перейди. А ты эту отрасль, в другую отрасль? Почему люди не приходят? Ну, во-первых, есть у нас компании, которые платят очень много, не буду называть, ну, например, зеленая компания, которая, собственно, все, вот у меня каждый год в середине где-то года, март-апрель, из этой компании очень большое количество топов и обменов, приходит, все, я страдаю, я не могу, я буду, давайте готовиться к переходу, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот мы готовимся, разбираем куда-чего. Я говорю, во-первых, а, будет понижение, например, сейчас у вас полтора миллиона, а будет, там, не знаю, 500-600 тысяч, не, я не готов, я говорю, рынок, ну, в других индустриях, не платит, не, я хочу переход на полтора миллиона. Ребят, так не бывает, чаще всего. Бывает, но значительно реже. Всегда надо чем-то жертвовать, ну, хочешь каких-то изменений, положи что-то на алтарь, эти изменения. Второе, а, например, там, да, я готов, мне уже плохо, все, потом случается, ну, давай я досижу до годовых бонусов, окей, человек получает 13-ю саниску, я же не спрашиваю, сколько, но и такой, и затухает, и не приходит в годы, потому что, вот, есть такая вещь, люди очень часто хотят изменений, но не хотят ничем ради этих изменений жертвовать. Так бывает, но очень редко. Ну, это какой-то, вот такой, знаете, великий энергетический обмен, ты что-то должен положить, чтобы что-то получить. Ну, понятно, что это звучит как-то вот так вот банально и чудовищно, но чаще всего в жизни это работает именно так. А вот ты же не хочешь отказываться, ты же хочешь, чтобы тебе каждый месяц, я не знаю, твой миллион капал в зарплате. Вопрос про еще большее страдание. Вот, допустим, я какой-нибудь айтишник или фрилансер на удаленке и уперся в потолок в моей отрасли или в моей профессии, ну, я не знаю, 500 тысяч рублей. И я понимаю, что мне хотелось бы, чтобы моя норма сбережения для того, чтобы до этого миллиона быстрее добраться, была, ну, побольше. И для этого мне нужен, примерно, миллион рублей, а не 500 тысяч, как сейчас. И мне вот хочется, чтобы эти доходы выросли, но мне опять карьерный консультант говорит, что, нет, извини, здесь потолок. Мне на ум... Твой карьерный консультант, я тебе хочу сказать, на это вот просто идиот. А формально он прав. Ну, условно, например, на этой должности не платит больше там 500 и вообще просто, даже если ты там чуть-чуть поменяешь должность, не платят 500. Так я говорю, основные деньги в найме не в зарплате. Дальше тебе, если вот этот потолок уже совсем, тебе надо искать компанию с большими бонусами и опционами. А как ее искать? Они же не ходят там с табличками опцион, бонусы? Ну, если ты программист, забавленный в гугле, ну, во-первых, есть, для этого прекрасно, есть нетворк. Вообще, нетворк – это великая вещь для любого современного человека. А отраслевой нетворк должен быть, вы должны знать людей из других компаний, свои отрасли, вас должны знать люди из других компаний, потому что так лучше всего, так самый кудрявый карьерный переход. Ну, так поэтому, ты знаешь, вот, ты даже не спрашиваешь, ты знаешь, блин, вот там у нас вот Яндекс закончил год, вот там еще там, они с ним говорят сумму, но вот мы получили, там, я не знаю, там, опционы, все ходят такие довольные, и мы по-собой, ой, слушай, а вот в этом ЖК хорошие квартиры или нет, там, что думаешь? Ты такой, наверное, это как-то взаимосвязано, да? Ну, вот, поэтому, ну, не секрет, то есть, если у тебя есть нетворк, пожалуйста, ты знаешь, где есть опционы. Если ты по какой-то причине этого не знаешь, но у тебя правда, вот для этого хорошо использовать карьерный консультант. пускай он прекратит говорить тебе глупости, а прийди к отраслевому, правильному, который знает твою отрасль, и спроси его, скажи мне, вот 500 крышевинка, там, потолок, понимаю, скажи мне, как я могу нарастить, и первое, что он тебе должен сказать, опционная программа, или годовые бонусы, а расскажи мне, в каких компаниях они в ближайшие годы будут максимально большие, даже не сейчас, а правильный вопрос, где они будут большие, и как мне туда попасть. И дальше, собственно, и дальше, ну, на этапах собеседования надо торговаться не только за оклад, потому что с определенной позиции, ну, вот, когда вы приходите, у вас там проклад 60 тысяч рублей, 50, 30, в зависимости от того, в каком вы городе, и, конечно, поднятие вашей зарплаты там на 5, на 10 тысяч, это очень существенно, да, то есть фактически вы подняли там, ну, на 3 себе, а когда вы уже получаете 500, следующий переход, там, вам на 30 тысяч подняли зарплату, ну, или там на 10, вы это вообще не ощущаете, да, то есть, ну, поэтому вот с определенной суммой искать и торговаться надо за бонусы и опционы, больше, чем за зарплату. Ну, получается, что вот эта идея, которую я вот нагуглил в американском Ютьюбе, у них такое есть движение, еще одно такое, любят они всякие акционизм и прочее, это сверхзанятые, то есть взять, сесть на удаленку, устроиться в какой-нибудь Google, еще параллельно в стартап. Вот это очень плохо, объясню, почему. Я сейчас не буду про морально-нравственную историю, про то, что обманывать работодателя очень нехорошо, и на двух работах вы качественно работать не будете. Давайте вот ваши морально-этические вещи мы оставим вам. Я не проповедник, не знаю, даже не психолог. Первое. Это плохо. Обманывать компаний это плохо. Теперь почему это плохо? По двой причине. Это выяснится. В течение года это выясняется всегда. Давайте дальше говорить по-честному. У HR это такой же нетворк. Все друг друга знают, друг другу это передают, и дальше вероятность того, что вы устроитесь в хоть сколько-нибудь приличную компанию, близка рулит. Более того, HR еще, если HR обиженный, такая злобная, первое слово подставьте словами, они еще и параллельно сами несут, потому что офикли. Это первое. Второе. Вы очень теряете, то есть первое, вы очень теряете репутацию, потом снижение будет просто катастрофическим. Второе. Вы теряете профессиональные навыки, потому что когда вы работаете на двух работах, ну, не знаю, вы программист, вы дизайнер, вы уже не работаете в формате хорошо, а вы максимально быстро чекаете задачу. и чаще всего вы это, ну, никто это не признается, вы чекаете ее плохо, вы чекаете на формате просто чек на задачу, да? Это второе. Третье. Что бы вы ни говорили, удаленка, неудаленка и прочее, особенно в больших компаниях, люди не идиоты, и они видят, сколько часов вы работаете. Поэтому, ну, и вот эта история я продала, это делают там в Индус, там, я не знаю, там за деньги двое меньше, это вообще просто уголовно указуемо, то есть тут можно прям влететь, потому что вы передаете, уже конфиденциальную информацию, доступа и прочие компании, и тут прям влетали на хорошие вещи. А если так, вам все равно вы работаете очень много, ну, потому что хорошо здесь там параллельно, но все равно оно больше. Поэтому вы работаете неинтересно, вы работаете много и с большой вероятностью большого репутационного риска, который скажется в течение года на вашей капитализации. Зачем? Эта история была про очень жирные времена, я понимаю, как она возникла. Знаете, как она возникла? Когда денег было у всех очень много, а мы помним еще о том благословенном времени, когда денег у всех, у всего IT, например, было очень много, раунды давали, ну, просто, типа, ты зашел весь такой красивый, сказал какое-нибудь сначала там дата, потом сказал, там, не знаю, крипта еще, чего-нибудь, и ора, и тебе денег тоже навалили, особенно, если мы говорим про Амель. Так вот, и тогда программистам брали про запас. Вот если вот вроде хорошее резюме, давай возьмем, ну, пусть будет, дальше чем-то загружено. И сидели там большое количество людей, не загружены, за ними толком никто не следил, какую-то автоматизацию простейшую поставили, которую, конечно, тут же хакнули, и на этом можно было. Сейчас оно, к сожалению, время такое, все поджались, и сейчас такое прокатит, может такое прокатить? Может, но это потребует такого количества от вас усилий, никакого кайфа это не даст. Значительно кайфове сделать как? Значительно кайфове себя прокачать под хороший, какой-то дефицитный степ, очень быстро из рядового разраба перейти, как минимум, на экспертного, как он, на леда, и дальше говорить, я хочу доли пройти. Сеть на ключевое в этом проекте. Хотите, чтобы я остался? Да, пожалуйста, миленький, хотим. Кроме оклада, оклад повышенте премию, давайте долю проекта, давайте. Опционы, например, которые я в течение двух-трех лет обкажу. Это значительно выгодно. Соглашусь, да, я этим путем несколько раз ходил, работает схема тоже. Вопрос у меня от простых смертных, у меня, наверняка, сейчас в комментариях будут писать люди из регионов, прежде всего, скажут, ребят, вы тут о чем разговариваете? Какие 500 тысяч? И вообще у меня потолок в городе в моем. О чем вообще речь? Вот этим людям вообще можно что-то посоветовать? Или смысла никакого нет? Потому что они просто, ну, находятся вот в неком комфорте и ничего не хотят менять. Ну, во-первых, нет, давайте клейманы людей не ставить. А кто-то не хочет менять, кто-то, правда, не может, потому что в маленьком городе всем по каких-то причин ехать не может. У кого-то еще какие-то обстоятельства, кто-то попал на какую-то профессию, которая просто не растет и непонятно, и что с этим делать? Первое, что посоветовать этим людям? А вот в этом случае я бы сходила на одну хорошую карьерную консультацию с одним понятным вопросом. Сейчас расскажу, как выбирать карьерную консультацию. С одним понятным вопросом. Что я могу сделать, чтобы зарабатывать больше? И если вам в АДЭТа будут рассказывать долгосрочную перспективу, еще какие-то вещи, вы не того карьерного консультанта выберете. Вам нужен человек, который расскажет, смотри, вот сейчас ты пойдешь, например, и делаешь вот этот шаг, не знаю, учишься, переходишь на другую работу, но шаг должен быть три месяца, и дальше у тебя зарплата вырастает, например, на 10 тысяч. И человек, который под это подпишется, то есть подпишется в формате «если ты это сделаешь, я гарантирую, что я тебе продам на 10 тысяч дороже». Именно не в формате «я тебя в любом случае продам». Ну, это такой обмен. Вот ты это, без этого не продать, а я тебе вот это. Как выбирать хорошего карьерного консультанта? Первое. Берем карьерного консультанта только из своей отрасли. Никакого психолога, именно карьерный консультант, именно рекрутер. В HR тоже много профессий. Именно рекрутер, который закрывает вакансии, поэтому знает потребности клиентов, который еще работает карьерным консультантом, но прежде всего рекрутер. Не HR-бизнес-партнер, не T&D, я не знаю, никто еще, не кадровик, а именно, и ни в коем случае не психолог. Сейчас расскажу, оторвусь, расскажу прикольную штуку. Значит, сижу я, ну, понимаю, не москвичи, сама. Дело в том, что, понимаете, я такая не москвичи, я девочка, ну, уж не девочка, а тетка, я тетка родом из Волопы. Это не то, чтобы очень большой город, и не то, чтобы, знаете, золотое место, это, в общем, довольно депрессивный регион, с маленькими зарплатами, ну, с небольшими зарплатами. Так вот, а, значит, и вот, ну, сижу я на рабочей встрече в таком московском кафе, кофемане, ну, это место, где встречается весь бизнес, да, особенность такая, столики стоят друг другу очень близко. Это вообще очень странная московская особенность, делать встречи в кафе, в котором столики стоят друг другу так близко, что все друг друга слышат. Ну, вот почему-то вот принято в Москве такие деловые завтраки особенно назначить кофеману. Сижу я, жду клиента, и вижу через два столика сидит девочка, которая дважды ко мне приходила на карьерный консалт, и она хотела, ну, это было еще давно до всех, вот до СВО, до всех событий, она очень хотела работать в гугле. Я говорила, дорогая там Маша, ты не будешь работать в гугле до тех пор, пока ты не выучишь английский на уровне С1. Не приходи ко мне. Ну, вот не приходи, выучишь на уровне, не С1. Приходи, будь им тебя, потому что тебя сразу собеседовать будут, ну, не российские коллеги, а подчинение пойдет там, ну, не знаю, каким-то дублинским. И вот она периодически ко мне приходила, вместо того, чтобы выучить английский, она приходила, ну, я хочу работать в гугле. Я сказала, все, слушай, ну, не приходи, пожалуйста, потому что от того, что мы с тобой общаемся, ты английский не выучиваешь. Так вот, и, значит, пишет, сидит эта девочка, и напротив нее сидит карьерный, ну, какая-то тетя Яблла, там идет карьерная консультация, и я слышу фразы, ну, столики очень близко, с которыми мне хотелось бы взять печатку кофе своей, пойти, и тетя на голову вылезет. Объясню, почему. Посмотрите на себя, посидите в зажатой позе, с таким отношением вас никогда не возьмут в гугл. Класс. Ну, зажатая у тебя поза, разжатая у тебя поза, да там, я не знаю, но если ты не знаешь английский, то у тебя не будет этого собеседования. Так вот, ни в коем случае не психолог, никто не хороши для другого, а именно человек, который понимает рынок труда в твоем сегменте и желает быть в твоем городе. Или в городе, где ты хочешь работать. Дальше вы честно рассказываете, и дальше вы не ждете от него в полной такой волшебной палочкой, а теперь ты работаешь в гугле, да, условно, а теперь ты идешь, учишь английский, да, и я помогаю после этого тебе трудно устроиться. А на самом деле вариантов довольно много. Вот действительно смена специальностей, да, возможно, приобретение в рамках этой же специальности какого-то навыка, которого не хватает, где-то переупаковка, чисто резюме, но вот это, вот вечная вера, сделать именно другое резюме, меня сразу продадут, это не совсем так. Где-то это возможно просто люди не знают, где искать хорошие вакансии, но это масса компьютерики, можно ли помочь, большинство помочь, можно ли помочь, и нет. Но если человек не сам не хочет меняться, возвращаясь к началу, нет, ничего взял будет. У них, вот я предвижу скепсис, они скажут два пункта. Первый пункт, это, а как мне найти именно в своей сфере рекрутера, не IT, например. И второй пункт, они скажут, да мне этот консультант не по карману. Ну, то есть, условно говоря, вы, например, возитесь с людьми с зарплатами 100, 200, 300, 500 тысяч рублей, а кто меня возьмет на вот этого 40-тысячника, 30-тысячника? Во-первых, давайте начнем последовательно. Значит, любой карьерный консультант, если он нормальный, он не берет ни свой сегмент, но у него можно посоветоваться, кого взять. Ну, например, у меня просто на сайте Владимира Скалкова можно бесплатно задать вопрос, просто бесплатный конфидиционер. И я точно в течение трех-четырех рабочих дней отвечу на него. Причем отвечу развернуто. И если я понимаю, что это же не вопрос просто не по карману, что я, например, не знаю, вы работаете инженером гидравлики в Тамбове, я не смогу вам ничего подсказать про это, да? Я в этом случае скажу вам, куда и чего. Ну, то есть, вот, а вам к тому. Люди, которые так не делают, а, например, все забирают на себя, это плохие люди, жадные, и невероятно всего, никакого толка не будет. Поэтому просто можно писать, посоветоваться, ну, и не только у меня, как в карьерных инженетах, обычно есть какие-то там каналы, ну, у меня большой сайт, большой канал, у кого-то поменьше. Просто, ну, обычно люди передают друг другу. Слушай, я тебе, я тебе не помогу, но тебе поможет Маша. Ну, отлично. Теперь на тему денег. Смотрите, ну, первое, хорошая услуга не стоит дешево. Потому что, а почему ты меня проконсалтировал за пять минут? Да, дорогой, я тебе проконсалтировал за пять минут, потому что я 27 лет в этой отрасли и знаю не все. Понятно, никогда я не консалчиваю за пять минут, но в смысле, а почему это стоит, это час стоит, там, не знаю, 50 тысяч рублей, а не 3 тысячи рублей, как вот у девочки, у Тани, которые, я вижу, ну, потому что это 27 лет большой экспертизы зашитой. Поэтому и надо брать тут лучшего для вас. И это точно, вот, например, если вы Джон, я для вас не лучше. Надо находить то, что с одной стороны, ну, все дешевое, очень плохое, ну, объективно, но с другой стороны, то, что вам точно по карману. И вы должны понимать, что это, если вы сработаете нормально, это за два, за три месяца окупается, ну, потому что вы это делаете, выходите на новую работу, вот эта дельта, вот у вас и сошла. То есть, это такое кредитование своего будущего. Ну, вы же по тем платите, это такая же штука. Вопросы, я вот сейчас кейсы буду рассматривать, парочку рассмотрю, вот мою боль. У меня есть папа, ему 64 года, он по образованию инженер, работал в космической промышленности, на Буране, проект закрыли, потом он перешел в строительную отрасль, фирму открыл, и у него вот где-то 95-96 года по 2008 диалог шли в гору. Жил на широкую ногу, квартиры покупал, путешествовал по пять раз в год. И потом в 2008 году у него бизнес разоряется по разным причинам, и он уходит такой в себя, и до сих пор себя не может найти. Я ему советую, там, отрасль смени, еще что-то сделай. Он говорит, нет, в этой стране ничего нельзя, все куплено, и вообще мне уже 64 года, меня никто не возьмет. Правильно понимаешь, у него проблема чисто психологическая, ему как раз к психологу? Да. Да, это не карьерная проблема. С уважением к вашему папу, видимо, стресс и разочарование было такое большое. Ну, например, вы знаете, вообще рекординг очень похож на дейтинг. Ведь есть же вот люди, которые вот тут, например, неудачный брак, неудачный работник, и потом никогда не женятся и не выходят замуж. Нет, больше не пойду, потому что было очень больно, например, там, сильно предали, да? Вот здесь, честно говоря, такая же история. И пока вот эту историю, с ней что-то внутреннее сделать, вероятность того, что что-то внешне изменится, крайне мала. Ну, потому что человек боится, не хочет, боится неправильно, для мужчины, слово «сорь», ничем не хочу обидеть. Ну, вот, поэтому вот эта история про то, я никому не нужен, ну, он же будет то же самое, ну, он же будет на это провоцировать. То есть, мы когда ищем работу, мы все ходим на собеседование, и какое-то количество собеседований неудачное. Я знаю, что если я сейчас пойду там, в Най, я не пойду, но если бы я пошла, там, если бы я пошла на собеседование, часть собеседований, несмотря на то, что вот, блин, Владимирская, которую знают все, я бы не прошла. И я к этому, ну, в силу того, что у меня нет такой трюки, я не сошли с ним, и ладно, ну, и не сошли с характером, знаете, на свидании. Ты мне не нравишься, я тебе не нравлюсь, ну, и зашибись, да, в копию и разбежать. Но когда у человека это есть, то он же будет каждый вот этот, он будет не видеть не те хорошее собеседование, где условно, да, отлично, мы вам там, давайте дадим тестовые задания, он все будет трактовать не в свою пользу. Ну, то есть и здесь не то, и здесь не то. Поэтому здесь эта история, к сожалению, не про трудоустройство. Но есть одна хорошая штука, сейчас в России настолько не хватает инженеров, что если вы инженер 64 лет, и у вас не потерян этот навык, вы, ну, не очень легко, но спокойно трудоустроитесь. Вот эта история доверсити, я все время смеюсь, столько лет все международные компании в России так сложно продвигали доверсити. Что такое доверсити? Это равенство, да, равенство мужчины и женщины по зарплате, равенство по возрасту возьмем 30-летнего и 60-летнего не будем нанесовать 60-летнего, продвигали, продвигали. Как на реанции вводили всяких слов, говорилось, ничего не продвигалось. В реале все было прямо очень плохо. Пришел вот этот вот кризис, связанный с нехваткой работы сотрудников, все доверсити смело тут же. Потому что когда сотрудников не хватает, ты уже не смотришь, там мальчик, девочка, возраст, что можешь, ты смотришь только на компетенции и на вообще возможность работать. То есть, ну, 64 года кто-то может отлично работать, кто-то уже не может, тут по-разному, кто, ну, всех здоровья разное. Если это есть, ой, ради бога. Я правильно понимаю, у меня просто был ролик такой на канале, после 45 лет, вы никому не нужны, вот это вот все можно выкидывать, потому что сейчас уже не так. Это не выкидывать, но если раньше это была история, правда, 45 фактически для женщины 50-й, мужчины приговор, то сейчас, знаете, как будет, там, типа, когда ваша дядя зима притащит, такой, сначала руководитель, блин, кого ты притащишь, какие 50-летние, как я буду работать с этими старпёрами, никому не нужны, ла-ла-ла-ла-ла. Потом он пройдёт по кругу, возможно, даже кого-то возьмёт молодого, который придёт на пятый, шестой день, скажет мне там за углом больше на 30 тысяч предложений, я ухожу, а ещё мне ворклаббаланс и прочие-прочие вещи. Пройдёт весь этот цикл, скажешь, так, слушай, помнишь, ты мне два месяца назад приносил вот это вот резюмешечку 50-летнего, он там, как, давай-давай-давай. То есть, оно вот так сейчас работает. Ну, мы понимаем, что у нас сейчас рынок соискателя, но я предвижу, с учётом текущих изменений в мире, какой-то опять очередной обвал, в первую очередь, с американцами, с азиатами связанной, и у нас рынок соискателя может смениться на рынок, соответственно, работодатель. В ближайшее время в России, у меня хорошая к вам новость, в ближайшее время в России, ну, если, опять же, не произойдёт чего-то страшного, чудовищного и прочего, мы живём последние, там, начиная с ковида в такое время, ничего не загадывать, ну, в принципе, никаких предпосылок, дорогие соискатели, что рынок поменяется в другую сторону, в России, я, счастлива. То есть, смысл готовиться к этому изменению вообще нет, а если всё-таки это произойдёт, то как будет? К изменению готовиться, наверное, есть смысл всегда предупреждён вооружён, да, вот, но, в принципе, накручивать себя на то, это не стоит. Но, подкатываться, наверное, можно всегда, это хорошая штука. У меня в гостях был недавно Миша Таковенин, и он поделился такой идеей про незаменимого работника Васю, которого никто не замечает, и у него есть такая формула, хитрая только в его компании, нам очень она понравилась, мы тоже начали внедрять, там, коллегам я посоветовал, что поощрять, просто всем сотрудникам повышать зарплату, как-то индексировать, а тем, кто плохо себя вёл, её не повышать. Вот, и тогда Вася, вот этот вот, который, на которых держится компания, вроде как будет доволен. Но что, если я такой Вася, или вот кто-то из моих слушателей, которого никто не замечает, на нём держится компания, как ему сказать, ребят, вы вообще-то, благодаря мне тут все существуете, или таким, как я, как сделал так, чтобы меня заметил. Дорогой Вася, можно я вот так, дорогой Вася, ты офигенный, и прекрати бояться выйти на рынок труда. А всё очень просто. Вы приходите к вашему руководителю и говорите, первое, никогда не надо молчать, если вы понимаете, что по отношению к вам происходит несправедливость. Никогда не надо, иногда бывает надо, ну, например, вы не очень хороший сотрудник, ну, бывают такие довольно неприятные вещи, например, там очень больные родители, или больной ребёнок, и женщина, там мужчина, всё своё время тратит на это, но она должна работать, ну, для того, чтобы содержать, и на работу, в общем, ну, она делает объективно плохо, потому что и не учится, и занята другим, но, ну, как может, да, вот в этом случае, там, права качать не надо, потому что, ну, другие ценности, другие приоритеты, но, в принципе, или если вы вообще понимаете, что вы не очень хороший сотрудник, ну, это не про Васю, дорогой Васю, ты офигенный, ты приходишь и говоришь, дорогой начальник, ну, чё-то как-то, чё-то не то, и при того, что ты такой Васе, он будет как раз и в деньгах, дело в том, что, как это происходит, Миша очень прав, Миша, привет, а происходит следующая штука, если ты незаменимый Вася, тебя никаким, ты чаще всего приходишь не с этим, ты приходишь с другой штукой, тебя не повышают, тебе дают денег, но тебя не повышают, а ты хочешь повышать, почему? Потому что дико страшно, блин, этот Вася, ты криваешь кусок работы, большой, важный ответственный, я накину ему денег, ну, чтобы он только не уходил, но если я его повышу, фиг знает, какой Вася этот начальник, а может быть, станет ужасным, а этот кусок у меня оголился, и мне всеми силами надо, Вася, в этот кусок копать, поэтому я, в общем, чаще всего, но если компания не совсем какая-то дурная, всё бывает, она накидывает Вася денег, но не даёт ему вот это вот повышение, поэтому, если Вася, ну, компания совсем дурная, а Вася понимает, что он правда незаменимый ключевой сотрудник, он приходит и говорит, дорогая компания, дай день, если компания после этого денег не даёт, ну, Вася, встал и пошёл, потому что таких, Вася, такой огромный дефицит тебя с руками заберут, поэтому, на самом деле, вообще, приценяться к рынку, периодически ходить на собеседование, очень надо, и не надо этого бояться, вот, вдруг, если бы вышли на рынок, то есть не надо сначала писать заявление, надо сначала, там, разместить резюме на рекординговых ресурсах, посмотреть, кто зовёт, какие деньги дают, может быть, у вас иллюзия, может вам кажется, что вы дико незаменимый Вася, а в реале-то вообще заменимый, у меня сегодня судьба, сегодня до вас как раз был консалт, приходит чувак, рассказывает мне такую историю, ой, это был повторный консалт, он приходил, первая история, он мне рассказал, я такой незамеренимый, я так ныжен, я так много делаю на компании, вот, меня не ценят, ла-ла-ла, не повышают, я говорю, сходить на рынок, вот, он такой пошёл на рынок, выяснил, что рынок-то ему ничего толком не даёт, а в это время компания такая, а, о, мы увидели, ну, рынок всё равно маленький, он на рынок пошёл, слушай, что-то он вообще надоёл, давай-ка мы его заменим, вот, и такие, чувак возвращается с рынка из серии формате, дай мне денег больше, компания такая, слушай, а что ты нам вообще не алё, вот тебе там три оклада за то, чтобы хорошо ушёл, и уходи, и он такой ко мне прибегает, да, я говорю, подожди, так ты же говоришь, что ты незаменимый, а ты что делал-то, то есть первое, вот надо проверить, ты правда незаменимый, даже не то, что незаменимый, ты правда, не надо незаменимым, надо быть очень нужным и полезным компанией, тогда тебя будут держать, особенно в нынешних условиях, приходишь, говоришь, дай тебе денег, тебе говорят, Вася, на, Вася дадим в течение трёх месяцев, вот такие вещи, какой-то, ну, срок до трёх месяцев можно потерпеть, в силу того, что, ну, компания, особенно если большая, там процессы, там в один день, ну, это ж не пешечка тебе там на карту не накинут, дальше вы смотрите, сколько даёт, если компания не повышает, а вы правда незаменимые, вы приходите, говорите, всё, увольняюсь, вот там мне дали денег больше, зачем вам работать в той компании, когда вас не ценят, другой вопрос, что, возвращаясь к основной этой теме, деньги чаще всего незаменимые, Вася накидывает, если они правда незаменимые, они думают, что они такие, там другая проблема, Вася не повышают, Вася, я устал быть, не знаю, там рядовым бухгалтером, я хочу стать финансовым директором, а его не ставить финансовым директором, потому что он закрывает, например, очень ответственный участок, там, не знаю, аудиток, изначейства, ещё чего-то, и вот такого второго аудитора, ещё с какими-нибудь там хитрыми, там специализацией, нам не найти, и мы лучше денег выкидаем, и сделаем всё, чтобы он, не дай бог, не ушёл. И вот эти большие проблемы, потому что вот здесь повысится, будет практически нереально. Поэтому первое, если вы незаменимый Вася, проверьте, и вам не доплачивают, и вас не ценят, первое, проверьте, что вы правду незаменимый на открытом рынке, после этого придите, проговорите всё ртом, потому что есть ещё особенность незаменимых вас сидеть и молчать. А так вы начали, ну, слушай, не просит, и хорошо, ну, в конце концов, вы у себя один, и если после этого вам ничего не сделали, не повысили, ничего не сделали, ну, уходите. Зачем вам быть там, где вас не ценят, рынок соискателя. Следующий кейс от моего друга. Значит, он работал инженером в бизнес-авиации, вот на джетах, возил людей, ну, в смысле, не возил, а он обслуживал самолёты. Соответственно, ниша после 22-го года умерла, потому что все эти самолёты поотжимали, ну, в общем, сложно сейчас россиянам летать на джетах. Всё, нет этой ниши, она умерла, вот как сущность. Он говорит, в аэрофлот я не могу пойти, потому что там, ну, у меня был узловой ремонт, который вообще не подходит под вот гражданскую авиацию классическую, просто вот другие навыки, другая спецификация. Он, ну, во-первых, мучился, страдал, у него кризис был тяжёлый, потом он нашёл себя, он говорит, я на яхту устроился, соответственно, переобучился, вот что ему делать? Да. Ну, вот первое, у меня была идея яхты, потому что, ну, в сути-то это похоже, ну, я, ну, что ему делать? Ну, в этом случае, либо ждать нового прекрасного времени, когда джеты появятся, либо менять профессию, либо устраиваться, вот, в очень близкий сегмент, вот, ну, прежде всего. Но у него с яхтами, знаете, в чём беда? Самолёты, это достаточно мобильность большая, а яхты, это тебя посадили в эту налодку, и ты пропал от семьи матрос, по сути, он матросом стал, это трудно. Ну, да. То есть, в этом случае, либо полностью приходить и полностью думать вместе с хорошим карьерным консультантом, как менять профессию полностью, и на это надо закладываться, что это потребует времени, ресурсов, и желания, не в сфере один день, а такой, ну, долго, это фактически изменение себя, а, ну, либо ждать, надеяться на лучшее, что когда-нибудь эти бизнесы, это, ну, либо, сори, никому не советую мешать, вообще, ну, это не моя тема, но, возможно, искать те страны, там, там, где есть бизнес-наржет. Ну, кстати, да, это, в принципе, выход тоже, язык выучить, и вперед. Вот, я на протяжении многих лет слежу за вашим интервью, и вы в разные годы разные вещи говорили, понятно почему, потому что мир, он очень быстро меняется, но я не очень понимаю, что я все время одно и то же говорю, ну, Ну, нет, ну, 5 лет назад, ребята, там, стартапы и прочее, сейчас это скорее внутренний рынок. Сейчас не надо стартапы. Да. Не то, что не надо, но я бы не рекомендовала. Вот смотрите, вопрос в чем. Я не очень понимаю, как в условиях вот этой турбулентности профессии карьеру строить. Вот я сейчас пойду, условно, как вы говорите, агро или еще куда-то, а через 5 лет ниша сдувается, и я сижусь такой, а что мне дальше-то делать? А вы не стройте индустриальную карьеру, вы стройте специализацию, ну, экспертную карьеру. Нет истории про агро. Есть кто-то в агро. Ну, одно дело, если вы, например, бухгалтер в агро, что-то с агро случилось, хотя я не верю, но есть какие-то, смотрите, первое, есть несколько отраслей, которые будут всегда, с времен начала человечества, учить, лечить, защищать, убивать, деньги, ну, вот какие-то, вот, еда, дом, ну, то есть то, что наши базовые, и развлекательные, то, что наши базовые потребности человечества, они будут всегда, она может меняться, деньги, там, вот тебе финтех, вот классические банки, вот крипта, но в силу этого, ну, в общем, это доучивание определенных навыков, но это довольно короткая история, если вы внутри отрасли, всегда будьте в ней актуальны, смотрите, что, куда движется, да, но главная история, кому больше всего платят, понятно, большим руководителем, но еще второе, кому хорошо платят, очень хорошим экспертом, вот когда вы становитесь вот таким незаменимым, Васей, вам хорошо платят, вы всегда востребованы, поэтому эта история экспертизы, например, ну, окей, первое, мы выбрали какую-то вот одну из ключевых из семи отраслей, мы в ней пошли, у нас есть путь первый, стать большим руководителем, второе, стать экспертом, в любом случае, мы все время держим все равно нос по метру, и смотрим, куда двигается мир, а в этом смысле, Россия немножко отстает от каких-то мировых тенденций, и к нам обычно все нам проще, к нам обычно все заходит то, что в мире зашло 3-5 лет назад, и вообще вот смотрите, если там где-то начало сдуваться, у нас там через 2-3 года, ну, по-разному, вероятнее всего тоже будет, и если там оно начало преобразовываться, значит, у нас преобразуется, поэтому первое, не ходить или ходить, но не закладываться надолго на большие риски в какие-то рисковые отрасли новые, вот так называемая новая профессия, VR, крипта, еще какие-то вещи, потому что они не проверены жизнью, они могут дикстреймить, а могут, собственно, ну, развалиться, это как с инвестициями, да, то есть если мы инвестируем в рискованные вещи, мы понимаем долю рисков, поэтому выбираем, если вы боитесь рисков, умеренную спротегию, выбираем какие-то основные отрасли, в нем идем не начальственным, а экспертным треком, и внимательно следим по сторонам, что происходит для того, чтобы наращивать, не перепрыгивать из отрасли в отрасль, а наращивать свою экспертизу в том, куда эта отрасль уделать, и от этого быть востребованным, плюс следить за своей профессиональной репутацией, потому что даже в отраслях, которые временами чувствуют себя плохо, ну вот там начало СВО, очень плохо себя чувствует автомобильная отрасль, вот много людей выходит на рынок, при этом начинают заходить там через дилеров, через все китайские бренды, кого расходовали, прежде всего, кого сами дилеры и сами называли очень хорошими продавцами, то есть если у вас хорошая репутация, профессиональная, вы даже, ну если не совсем отрасль помирает, вы не секретарь, машинист, а что-то такое, то, собственно, вас все равно, вы все равно будете востребованы, плюс все отрасли помирают, если это вот не вот эти хайповые, туда надо идти людям с высокой степенью риска, а не хайповые, вот такие основные отрасли помирают долго, вот даже вот эта история, там я не знаю, какая иконка, либо секретари-машинисты, они умирали там 50, 60, 30 лет, ну, ребят, это не то, чтобы в один день все печатные машинки пришли, они сгорели, ну, за, ну, как минимум, там 30-20 лет можно как-то, ну, как-то можно сориентироваться. А вот все-таки, если я азартный человек и хочу в этой золотой лихорадке новой поучаствовать, я могу заранее распознать? Да, несите все риски, все плюсы, вы почему-то все хотите нести все плюсы, не хотите нести все риски. Можно все-таки нишу-пустышку распознать, вот, допустим, условно, там виртуальная реальность дополненная, мы сейчас понимаем, что, ну, скорее нет, а вот нейросети, которые поперли, скорее да, вот как мы это понимаем, что вот там зоно будет? Такой карьеры никак, уж если, извините, Скирберт весь бизнес на это поставил и, собственно, ошибся, с точки зрения карьеры, нет, не получится. Не получится. Карьера, это же производная от экономики, ну, карьера, это выглядит так, баллоса вакансий, которая дикие зарплаты, все растет, и побежали все туда, потом хобо, и все, ну, все скопнуло, с такой же скоростью. Поэтому в карьере это не понять, это надо понимать на уровне экономики, на более высоком пазу. Да. А хорошо, вот про репутацию вы сказали, важно за ней следить. А что делать, вот если человек провалил проект или испачкался в какой-то грязной нише, например, крипта в семнадцатом году, к сожалению, все, кто там участвовал, вот из моего окружения, они так или иначе испачкались. Вот. Карьерный консультант может помочь таким людям репутацию восстановить? Да нет, помочь человеку, может, сам человеку, сделать что-нибудь другое хорошее. То есть, ну, окей, хорошо, у тебя в семнадцатом году был какой-то очень такой криптовый проект. После этого ты что-то сделал, ну, покажи какой-то успех. Так не берут же, допустим. Получается, как бизнесмен себя реализовывать или что? Да, не обязательно. Ну, я не знаю, там, пойди на позицию меньше, ну, условно, продай, там, другое. Да, проект говно, но явно был хорошим менеджером. Ну, не берите меня на руку в адекте проекта, возьмите на менеджера, это расти внутри. Вот, первый вариант. Второй, условно, пока есть деньги, не мути свой бизнес, присоединись к какому-то другому стартапу. Стартапам всегда не хватает рук, те, кто работает бесплатно либо за очень маленькие деньги. Покажи себе там, всё, отмылся. Третья история, ну, возьми какой-нибудь благотворительный проект, не смысл, там, ты благотворительный, ну, поучаствуй в какой-нибудь НКО, прочее. То есть, покажи где-то, что ты, во-первых, извлёг эти уроки, б, соответственно, ты сделал что-то нормальное. Это первый вариант. Второй вариант, не меньше, не, наверное, более важный. На самом деле, покажи, что ты из этого извлёг уроки. То есть, на самом деле, ну, условно, в семнадцатом году ты участвовал в каком-то другом проекте. Вот, ты в восемнадцатом устраиваешься, ты пишешь это в резюме и пишешь следующее, что-то условно я больше не хочу именно работать в крипте, потому что я понял то-то-то-то-то-то-то, но я хороший менеджер. То есть, покажи, что ты-то там был хорош. В смысле проект, да, я понял, больше в такое не пойду, но как менеджер, я сделал много хорошего, чтобы вытащить проект в манер. Вопрос про... Не репутацию проекта, а свой профскил. Да, понял. Вопрос про релакантов. Вот, я прекрасно понимаю, почему люди уехали 24 февраля, никого не осуждаю, то есть, все понятно, но я не понимаю, почему они сейчас находятся там в Грузии, Казахстане, Сербии, Узбекистане. Мне кажется, вот большинство этих людей центра прибыли это Россия. То есть, тело находится там где-нибудь в условной Грузии, но деньги текут из России. Зачем они там до сих пор находятся? Не знаю. Не знаю. То есть, я понимаю людей, ну, первое, есть там некоторое количество людей, которые уехали по идеологическим причинам. Ну, понятно, да, это мы не обсуждали, это их вывод. Второе, есть некоторое количество людей, которые нашли себя в других странах. Ну, не знаю, там уехал в Сербию, там попер какой-то бизнес или устроился в местную компанию и пошла карьера. Такое довольно много, кстати, в Центральной Азии, потому что, например, бурно растет финтехник, хватает компетенции, люди уехали, устроились и делают интересные проекты. Окей. А третий, если ты, соответственно, ну, я не думаю, что это вопрос на Альма, это, наверное, вопрос не ко мне. то есть, если ты по-прежнему зарабатываешь в России, но живешь там, не знаю, там в Балматы, ну, наверное, это вопрос к его личному какому-то страху, еще чего-то. Ну, это точно не карьерный вопрос. И вряд ли, ну, не это тебя держит. То есть, это не выбор карьеры. Скорее психологически. Мне огромное количество людей вернулось именно потому, что они поняли, что для них лучшие карьерные возможности по-прежнему лежат в России. Попробовали, провели какие-то свои деньги, что-то, ну, собственно, посчитали, подумали и вернули. А вот вы сравнили поиск работы с сайтами знакомств. И там получается, ну, я сам дейтинг проекты делал даже лет 10 назад в Азии. И там люди часто анкеты приукрашивают. Ну, немножко врут о возрасте. Вы вообще все врете. Да. Причёствывают фотографии. Я понимаю, что если я это не сделаю на сайте знакомств, у меня свиданий не будет. Мне кажется, в резюме то же самое надо делать или нет? Или это плохой путь? Смотрите, резюме надо делать по-другому вообще принципу. А резюме надо показывать. Ну, вы же делаете все одно резюме. В нём врёте и дальше вы ссылаете на все вакансии. Конверсия очень маленькая. Резюме надо делать под конкретную вакансию. А, соответственно, и в нём делать, показывать то, что максимально релевантно это вакансия. Можно ли привирать? Ну, давайте по-честному. Где-то процентов 10 привирать можно, если вам очень хочется. но вы понимаете, что на собеседовании у вас немедленно это проверят. И если где-то выяснится, что вы написали, например, что вы знаете чего-то, ну, не знаю, хорошая на Excel, вам говорят, ну, не знаю, дай какую-нибудь простейшую формулу, а вообще не знаю, на какую кнопку нажать, то в результате будут считать, что вы гнёте вообще везде тотал. Поэтому, если вы, во-первых, резюме надо затачивать, это индивидуальная работа под каждую конкретную вакансию, то есть должен быть общий каркас, а дальше наверх вытаскивается то, что нужно, собственно, на этой вакансии. Второе, нельзя врать, ну, и в-третьих, вы должны понимать, не надо откликаться на всё, пожалуйста. Ещё раз, работы ещё с Россией много. Смотрите, вот вы откликаетесь, а потом вы выходите на этой работе несчастные. Пожалуйста, не гонитесь там за количеством собеседований. Ну, это как в дейтинге, не знаю, можно сделать там, там, за год 500, не знаю, свиданий с девушками. Делают ли вас это счастливым? Ну, в ряды ли. Ну, вот честно, где-то там на сотой, наверное, это всё уже пойдёт, ну, я не знаю, я не пробовала, но мне кажется, пойдёт во применение. Ну, вы выберите там, ну, нет, ну, 5-6, которые нравятся. Ну, условно, например, вот эти очень нравятся, написал, а эти ещё, ну, там, ну, нормально нравятся, а вдруг эти откажутся, потому что в реалии, опять же, очень близко к дейтингу, то, что больше всего нравится на фотографии, вот, потом оказывается совсем не то, а то, что как бы, ну, вроде, ну, как-то между делом и забезнанным оказывается там, человеком всю твою жизнь, с работой точно так же. А нет ли у вас компании штатного психолога? Потому что вот вы сказали, встань и уйди, встань и не бойся, там, вот это вот всё. А я понимаю, что у меня пролич воля на фоне там, я не знаю, каких-то проблем финансовых, ещё каких-то, и мной просто легко манипулировать, выкручивать руки. Может быть, вы в связке карьерный консультант плюс психолог лучше будет? Да, конечно, у нас есть те карьерные консультанты, ну, то есть, изначально у меня карьерные консультанты только те люди, которые работали рекрутерами, HR-бизнес-партнёром. Часть из них потом получила дипломы, прям дипломы и психологов тоже, там, психотерапевтов, психологов. Но тут важно понимать. Легко сказать, что там уйти. Стать уйти сложно. И я всегда с очень большим уважением отношусь, когда человек идёт к этому решению полгода и год. И тут важно не серий «Вставай, иди». А тут важно дать, для меня очень важно дать аргументную базу. Вот смотри, вот мы с тобой схожили на три собеседования, ты никуда не помнилась. На всех там, на двух из них тебе сделали оффер, зарплаты больше. Посмотри, ну, значит, ну, значит, тебя на рынке ценят, значит, всё хорошо, ну, пойдём, пойдём уже, пойдём, ну, чего оно? Условно там, вот тебе смотри, трижды уже обманули зарплаты. Ну, а вот смотри, а вот здесь оффер, может быть, денег чуть меньше, но белая зарплата. То есть, там тебя не обманут. Почему? Вот, то есть, ты, я очень плохо, ссори, отношусь вот к этому инфобизу, встань и иди, есть ответственный за жизнь человека. Но я очень хорошо отношусь к фактам. Именно, у нас, в отличие от дейтинга, ты можешь дать факт. Пойдём, сходим с тобой на рынок. Пойдём, на два собеседования. Сходим, ничего, не на ничего. Просто, давай ты, вот, я сейчас тебя подготовлю, сходи на собеседование. А, вот, обычно, так вот, что называется, раз-два человечка подтолкнёшь, и если там всё нормально, я же понимаю про скиллы. Я же не беру из тех отраслей, которых я не понимаю про скиллы. Я понимаю, кого там тащить на собеседование, кому отправить, поучиться. А кому вообще сказать, сиди, не отсвечивай ближайший год, вообще просто сиди, вообще, вот, прямо не отсвечивай, это лучшее, что может быть, вообще, прямо не надо ничего. Так вот, обычно, если человек раз-два сходил, у него получилось, там, офер и прочее, даже он уже спокойный, такой типа, и пошёл, и молодец, и правильно. А если меня начинают удерживать, и говорить, а мы семья, там, не уходи, это манипуляция? Конечно. А как распознать? Мы семья, ты мне денег не плачешь. Если мы семья, давай делимся поров. На какая у тебя зарплата, какая у меня? Давай не попал. Алена, в завершение два вопроса, таких наверняка будут в комментариях спрашивать про перспективные ниши лет на пять, ну, даже на три года, и перспективные регионы. Если можно там три, четыре, пять пунктов. Давайте я сначала начну пламенной речи, мы очень много говорили про Москву, про большие зарплаты и прочее. Я понимаю, что очень много смотрят людей из регионов, и я, в общем, ну, еще раз, я сама тетка из Волгы. И я хочу сказать, что, конечно, в стране существует драматический разрыв между зарплатой в Москве, еще в нескольких больших городах, и зарплатой во всем остальном, ну, во всей остальной стране. это, конечно, прежде всего, это несправедливо, это правда. А второе, что с этим можно делать, если вы не хотите приезжать в Москву? С этим можно искать, пытаться найти работы, а в головных компаниях, там, в российских, там, где есть удаленный либо комбо режим. Это сложно, это не всем возможно, но вот здесь есть зона, где вы можете это увеличить. Третье. А если у вас достаточный нетверк, ну, прям, и вы очень хороший эксперт, вот сочетание двух этих вещей может сделать так, что вас могут позвать в Москву или, соответственно, дать, опять же, удаленную работу от крупной компании, потому что вы крутой эксперт. Но вы должны быть, правда, крутым экспертом на уровне прям крутых, и это вопрос, самообучение. Ну, и, наверное, вот тогда можно сравниваться где-то в зарплате. В остальном, ну, к сожалению, страна вот так устроена, что у нас, правда, очень, очень разный вид. По поводу прогноза на пяти лет никакого года, мне кажется, сейчас вообще в мире нет ни одного человека, кто может дать прогноз на пять лет. Если бы я такого человека знала, я бы сейчас там взяла большое количество денег, собрала у себя своих друзей, пошла бы и сказала, так, расскажи мне, что будет через пять лет, я от этого сейчас что-нибудь вложусь, наоборот, денег достану, еще что-нибудь сделаю. Я не знаю, я знаю, что первое, что мир поворачивается, и он поворачивается в сторону куда-то, Азии, то есть вот не в европейскую эту историю. Интересно смотреть с точки зрения карьеры вот туда. Не в смысле уезжать, а в смысле следующее партнерство, следующие какие-то деньги, они будут вот вокруг, то есть меняются вот эти денежные арены, а там, где меняются денежные арены, там больше всего в аккорде. Это первое. Второе. Мир, конечно, становится злее и более таким закрытым, и при этом, ну, а в такое время рулит найм и найм больших компаний. Поэтому сейчас, на мой взгляд, не лучшее время для стартапов, не лучшее время для малого-среднего бизнеса, чтобы там не говорили. Сейчас, если делать карьеру, я бы шла делать большую или среднюю компанию, которая растет. Какие отрасли растут, если мы говорим о России, я прежде всего была смотрела на агро, я бы смотрела на продуктовый ритейл и непродуктовый тоже, я бы смотрела на производство и все, что связано с оборонкой. Плюс я бы смотрела на, есть еще одна ниша, которая мне кажется очень перспективной, с учетом поднятия пенсии в стране, а в стране сильно поднимали за последнее время пенсии, это все, что связано с нишей обслуживания за деньги пожилых людей. У людей появились деньги, очень много, ну вот как ваш папа, ему 64 года, явно же он еще такой, не в серии там в кресле лежит и спит все время. Люди хотят как-то умеренно развлекаться, индустрия развлечений сейчас, ну вот, даже просто в онлайн-кинотеатре, если мы берем онлайн-кинотеатр, человеку, которого интуитивно не было с детства мобильного телефона, зайти сложно. Люди хотят читать книжки, люди хотят заказывать еду, им сложно, например, заказывать через текущие сервисы. Люди хотят одежду, чтобы им тоже привозили, но не было вот этой примерки за 15 минут и были 56, 58, 60 и 64 размер. Потому что, извините, мы все с возрастом, как сказал там Хрюша с Етибашкой «Спокойной ночи малыша», с возрастом мы начинаем расти вшире. И вот это прямо мне кажется такая интересная история, потому что у людей впервые за многие годы появляются деньги, и люди такие, ну и у них есть время и есть еще желание жить. Ну и, конечно, сфера российского туризма, она, если у кого-то есть глэмпинг, кто-то готов, то я бы с удовольствием походил бы в глэмпинг, например, и вложил бы сейчас. Здорово. Алена, спасибо большое. Замечательное интервью у нас получилось с вами. Так, давайте перечислим, на что, куда подписаться. Телеграм-канал «Лаборатория карьеры». Смотрите, прежде всего у нас есть телеграм-канал, называется «Лучшая вакансия» от Алены Владимировской. И второй, там каждый день пять самых крутых вакансий в стране. Прямо отбираем вручную. Есть второй канал, где почитать, где мы много рассказываем про карьеру. Вот все вот эти вопросы, вы спрашиваете, где бесплатно. Это, пожалуйста, это второй канал, это «Лаборатория карьеры» Петербурга Владимировской. Вот. И, собственно, меня можно читать в ВКонтакте. Я ссылочки на все вот эти ваши ресурсы обязательно оставлю в описании. Наверное, вас завалят вот в эту бесплатную форму сейчас, мои слушатели. Вот. Не пугайтесь. Не пугайтесь. Я люблю свои работы. Вот. А, да, на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь. Там контент, которого нет, когда не будет в Ютьюбе. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok